это программа игра в классике программа о людях которые играют в игре об играх которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 4 ноября в россии традиционно отмечается день народного единства праздник этот на первый взгляд новые он учрежден в 2005 году настолько новый что не все к нему привыкли вообще есть мнение что 4 ноября придумали чтобы отодвинуть день 7 ноября ну годовщину великой октябрьской социалистической революции поэтому мнение тут могут варьироваться ну согласно разным опросам чуть более половины россиян лично для себя считают праздник народного единства значимым а чуть менее половины не особо значим в общем мнение что называется разделились при этом история данного праздника согласно легенде уходит в старину и имеет довольно давние корни конкретно отсчет с 1612 года но именно тогда народное ополчение под предводительством казьмы минина и дмитрия пожарского изгнала с русских земель польских интервентов смутное время кончилось ну и на престоле соответственно воцарилась династия романовых так что не случайно я заметил что праздник этот лишь на первый взгляд новый ведь уже 22 октября 1613 года это по старому стилю в память об освобождении москвы от поляков царь михаил федорович установил государственный праздник честь казанской иконы божьей матери но отменяли его уже как это часто бывало большевики смысл праздника на мой взгляд достаточно символичные по-своему но даже вечно во первых хороша предыстория ну представьте народ или как сейчас модно говорить глубинный народ выходит из внутренней россии чтобы отстоять россию внешне во вторых очевидно и симпатична связь церкви и государства ведь именно эта связь во все времена спасала нашу страну наш народ все долгое время благодаря ей этой связи нам и удавалось побеждать подчас вопреки всему однако что мы имеем сейчас за счет чего достигается вот это самое единство и достигается ли она в принципе внутри страны внутри народу вопрос этот учитывая последние события да и ход истории в целом становится все актуальны от того ищут национальную идею от того пытаются сформировать образ будущего многочисленные круглые столы собрания съезды все это свидетельство того что внутри страны есть очень четкое понимание так как раньше жить нельзя и и вот тут конечно же необходимо насторожиться ведь смотрите как у нас получается до 1917 года все кланялись царю батюшки потом пришли большевики революции сказали так жить ни в коем разе нельзя да и вообще чего только не отменили до во время советской власти один разве что ленин устоял вот там до сих пор кстати лежит на красной площади простите меня за этот каламбур затем 1991 году хулили и придавали уже великую советскую идею то есть говорили о частной собственности демократии свободах главное из которой по факту оказалось свободу умирать и да конечно по итогу жить мы стали в общем-то лучше чем в тех разорванных 90-х однако совершенно очевидно что относительный комфорт это не панацея и действительно чтобы страна двигалась чтобы народ существовал и развивался необходимы ключевые смыслы необходимы сверх идеи и вот мы начинаем искать их то есть нам необходимо то вокруг чего можно строить культурную национальную внутреннюю политику и смотрите если честно да выяснилось что все мы страна народ государства жили в общем-то не своей жизни то есть я уже приводил эту аналогию узнаете наше существование напоминало то что было показано в культовой ленте матрица причем не только там философско-смысловом плане да там цифровой фашизм роботизация уничтожения личности и так далее но и в плане идентификации и самоидентификации то есть мы как бы то ли не отыскали то есть либо в принципе у нас не было того что называется идентичность вот сейчас мы находимся в поиске этой идентичности того что делает нас едиными и самостными и если угодно настоящими и как следствие рано или поздно мы были обречены вот попытаться как минимум попытаться выйти из этой матрицы намерение это впервые обозначил владимир путин в той самой знаменитой мюнхенской речи это речь февраля 2007 года и вот спустя 15 лет тоже феврале но уже года 2022 россия бросив как она заявила вызов до перчатку однополярному миру она попыталась выйти из этой матрицы так если мы вспомним то до этого была еще одна попытка конечно же речь о русской весне 2017 года когда севастополь и крым вернулись домой и вот та попытка действительно была солнечная она была бескровной пробудилась русская мечта стране но это фактически это чувствовалось стране был дан колоссальный патриотический импульс на к вопрос насколько его хватило по итогу и вот поэтому была предпринята это самая вторая попытка но возникает вопрос до брошен вызов вот этой самой матрицы но насколько насколько успешным будет это освобождение если страна народ остается зависимыми изнутри то есть можно ли выйти из матрицы оставаясь в рабстве интеллектуально духовно культурно как можно победить вот эту внешнюю матрицу если ты принадлежишь и контролируешься матрицей изнутри вот тут опять возникает вопрос о смыслах национальные идеи об образе будущего и так далее и так далее и так снова и снова возникают эти вопросы то есть необходимо то что должно объединить общество вот смотрите в индии до которая совершила недавно прорыв до высадилась на луну в индии к примеру с этой задачей объединения плюс-минус справляется индуизм и тут как бы вопрос не столько в религиозном сознании сколько в некой единой системе координат вот я прошу вас уважаемые телезрители и зрители запомнить это словосочетание система координат посмотрите друзья понаблюдайте за вашим окружением насколько в нем люди хорошо понимают друг друга я сейчас говорю не о какой-то там высшей форме взаимопонимания нет я говорю о вполне банальных простых вещах то есть я например произношу дам мой дядя самых честных правил если мой адресат понимает откуда эта фраза и о чем она то этот адресат уже как бы не чужой человек он свой человек потому что мы тогда существуем плюс-минус в одной системе координат и у нас есть шанс договориться то знаете как самолетом да когда пилот заходит на посадку то он должен понимать те знаки и сигналы которые поддаются ему земли чтобы посадка была удачной однако в современном обществе все это несколько или совсем даже иначе я будучи подростком например лучше понимал своего деда чем сейчас там 8-летний 9-летний понимают 16 там 17-летних и так далее то есть это и есть довольно угрожающий опасный феномен современной цивилизации где общество она не просто раздроблено нет она существует виде бесконечного числа атомизированных групп и вот это тотальное разделение тотальное непонимание тотальная разность интересов рождает агрессию как желание утвердиться самоутвердиться как желание доминировать такая жизнь действительно ну проведу такой аналогии она похожа знаете такое на опасное путешествие по разным гетто ведь как фантастическом боевике ты попадаешь из одного гетто в другое эти бесконечно стремительно меняются вот тут возникает вопрос как всем примириться как объединить всех вопрос казалось бы на которой ищут ответы уже там десятки лет однако ответ лежит на поверхности просто он очень и очень тщательно замаскирован знаете как говорят да хочешь что-то спрятать положено видно месте так вот смотрите если вдуматься да то долгое время с разной конечно степенью успеха роль вот этой скрепляющей идеи национальной идеи роль объединительной функции да если угодно выполняла русская литература классическая русская литература да я не случайно много раз использовал это словосочетание система координат это важное важное словосочетание потому что русская литература в ее лучших образцах это есть та самая система координат понимаете в чем фокус вот эта система координат и превращала население страны в народ а идея как когда-то заметил платон особенно сверх идеи они живут не в населении они живут только в народе и вот именно русская литература и лермонтов тургенев достоевский лесков грибоеда чехов тютчев гоголь горький бунин мы можем долго продолжать там десятки великих ему именно то есть именно русская литература классическая позволяла россия не только сохраняться но и расширяться то есть именно русская литература проповедовала миллионам о той самой справедливости которые есть как бы наша национальная идея но она же эта литература говорила о том что справедливость невозможно без милосердия она создавала и искала нового человека как и сейчас его ведь ищут это нового человека человека будущего и она что самое главное делала людей русскими русскими прежде всего конечно духовно культурно метафизически понимаете классическая русская литература сохраняла и несла миру вот эту цветущую сложность это многообразие индивидуальности ведь смотрите и осетин гайто газданов и еврей иосиф бродский и украинец владимир короленко и абхаз фазиль искандер и белорус василь быков все они русские писатели существующие в русской системе координат казалось бы это очевидные вещи есть ответ вот пробу использую есть метод рецепт но все происходит наоборот то есть русскую литературу намеренно задвигают хотя ведь если вдуматься если проанализировать главные наши достижения были тогда когда я образование и культура все это было словоцентрично и литература центрично а сейчас и русский язык и русскую литературу наоборот вытесняют на пера серию это видно и пароли писателя пароли слова по скандалам с этим егэ огэ с количеством уроков литературы школах да можно долго продолжать этот бесконечный список суть тут одна суть такова отодвигая классическую русскую литературу мы уничтожаем систему координат и тем самым обрекаем и народ и страну на разобщенность мы утрачиваем вот эту единую единую объединяющую силу но вывод тут друзья очевиден и вы сами его уже сделали необходимо вернуть эту систему координат потому что это наша первейшая задача и для того на самом деле у нас есть все ресурс было бы что называется желание этого программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения